Вышайшая каста у кишенников – это щупачи. Злодии, которые работают одными руками. Они не используют разных кшталтов прелады – лязо и завостренные монеты. Как правило, володуют доброй вытромкой. Капа шестить сумочку, им потребна усягу некольких хвилин. В основном эти преступления совершаются в крупных городах. Это Гомель, Жлобин, Светлогорск, Рогачев, Речица. Совершаются в основном либо в общественном транспорте, либо в магазинах, там, где большое скопление граждан. Кожный кишенник – тонкий психолог. Выявить злодия сярод на толпу людей с долей только оперативники, які володая специальными ведами. Сопрацовник милиции Антон працует по лолю кишенников уже шмат годов. Таких профессионалов на Гомельшине усягод шатыры. Наша задача конкретно выявлять таких людей, работать за ними и непосредственно задерживаться поличным за совершение карманной кражи. То есть это единственный вид преступления, который именно задерживается и доказывается только в момент совершения преступления. Кишенные злодии працуют як по одному, так и у группе. Частей за усё потерпелый слабый пол. Жанучшую сумышку и обокрасти лягчайды дать отпор у выпадку провалу злодейской операции жаншины не за усёд из доля. Приходилось задерживать одному и как бы получалось, что какие-то происходили выходные дни. Как происходило? Едешь, видишь, задерживаешь. С поличным просто задерживается человек, тут же стараешься привлечь себе свидетелей, чтобы они видели, что у этого человека именно при себе находится этот кошелёк либо мобильный телефон. У автобусах и троллейбусах с добычей злодиёю становятся только невеликие суммы. А вось на рынках и у супермаркетах были выпадки, коли кишенники вытягивали по 5 миллионов рублей. Сярод злодию кишенников есть и жаншины. У жлобини злодейками оказались аменовиты протставницы слабого пола. Зараз яны затриманы и знаходятся под следствием. Миколай Кальсин, Астасия Кучинская, Игорь Марышенко, телерадо и компания «Гомель».